17 лет колонии строгого режима получили четверо фигурантов по делу о кокаине, найденном в российском посольстве в Аргентине. Мы напомним, кто организовал преступную схему по транспортировке почти 400 килограммов наркотика. Итак, вынесен приговор по делу о кокаине из Аргентины. Четверо фигурантов по делу о найденном в российском посольстве Буэнос-Аресе крупной партии наркотика получили от 13 до 18 лет колонии строгого режима. о том, кто организовал преступную схему и какие страсти кипели в зале суда Илья Грунатьюк. По версии следствия, главный обвиняемый Андрей Ковальчук организовал схему по переброске в Москву партии кокаина на 50 миллионов евро. Ковальчук родился в советской Украине, но гражданства ни одной из стран у него, как выяснилось, нет. И так и непонятно, чем он занимался в Аргентине и как туда попал. При аресте у него нашли сразу три поддельных российских паспорта. Хоть в МИДе и отрицают, что Ковальчук имеет какое-то отношение к посольству, связи с депмиссией у него определенно были, ведь кокаин хранился в неохраняемой подсобке в школе при посольстве в 12 чемоданах. Остальные фигуранты дела – это завхоз посольства Али Абянов получил 17 лет, он положил чемоданы в ту самую подсобку, а также предприниматели Владимир Калмыков получил 16 лет и Иштимир Худжамов – 13 лет строгого режима. Они должны были зафрактовать самолет и встретить груз в Москве. Помимо сроков, каждый из обвиняемых должен будет заплатить существенный штраф. Подсудимые не согласны с этой версией настолько, что когда судья спросила, понятен ли приговор, Андрей Ковальчук ответил, что ему полностью понятен этот бред. Позицию защиты раскрывает адвокат главного фигуранта дела Сергей Юрыш. Он считает, что его сделали жертвой, и это были мероприятия спецслужб, направленные на то, чтобы защитить престиж, репутацию, в частности, МИДа. Вот таково мнение Ковальчука, потому что он не может исключать, что мы кокаин нашли, и кокаин это как-то связано со спецслужбами и МИДом. Мы пройдем к всей инстанции, которые возможны. Не исключено, если не удастся в России добиться правды, выйдем за пределы России и источать. 13 декабря обвинительный вердикт по делу вынесла коллегия присяжных. Тогда обвиняемым не хватило всего одного голоса для оправдания. Защитник Ковальчука говорил, что некоторые из заседателей плакали, недовольные исходом. Вообще весь процесс проходил эмоционально, настолько, что суд остался недоволен поведением некоторых защитников, рассказывает судебный обозреватель «Бизнес.ФМ» Мария Локотецкая. Два частных определения суд вынес в адрес защитников, фигурантов. Негодование суда вызвало поведение Сергея Юрыша. Судья сообщила, что он высказывал чрезмерно вольные суждения по делу, в том числе о допустимости доказательств, которые не были еще озвучены перед присяжными. Пожурил суд адвоката Леонита Козыка за то, что он неоднократно не являлся в судебное заседание. Ни один из фигурантов дела так и не признал вину. Они продолжают утверждать, что в чемоданах был элитный кофе-копи-лювак, полудрагоценные камни, шкуры и вино. И предназначался этот груз для продажи в Европе, а вовсе не в России. Фигурантам дела об аргентинском кокаине запросили от 15 до 19 лет тюрьмы. Речь о громком деле, попытке вывезти из российского посольства в Буэнос-Айресе почти 400 килограммов кокаина и доставить их в Москву по дипломатическому каналу. Судят бывшего дипломата завхоза посольства в Аргентине и двоих российских бизнесменов. Их не хватило всего одного голоса присяжных, чтобы те признали их невиновными. О том, что нового мы узнали во время процесса, Илья Гранатюк. По версии следствия, в 2016 году бизнесмен Андрей Ковальчук, имеющий связи в российском посольстве в Буэнос-Айресе, купил в Аргентине 389 килограммов кокаина и расфасовал его в 12 чемоданов. Али Абянов на тот момент завхоз этого посольства спрятал их в подсобном помещении. Чемоданы планировали вывезти из Аргентины по дипломатическим каналам. Еще два фигуранта дела, российские бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречали груз в Москве. Груз привезли оперативники, заменив кокаин на муку. А вот что говорят обвиняемые. Завхоз Абянов утверждает, что не знал, что в чемоданах. Ковальчук попросил его взять их на хранение. На складе посольства не было места, поэтому он перенес их в подсобку школы при дипмиссии. Она не только не охранялась, но и не всегда запиралась. Потом у Абянова закончился контракт. Что делать с чемоданами ему так и не сказали, поэтому он показал их новому завхозу, сказал, что это вещи Ковальчука и улетел в Россию. Андрей Ковальчук утверждает, что в чемоданах был дорогой кофе, копий-лювак, алкоголь, шкуры и полудрагоценные камни. Он покупал эти товары для перепродажи в Европе. Откуда в них взялся кокаин, Ковальчук не знает. К слову, когда наркотик нашли сотрудники посольства, никого из фигурантов дела в Аргентине уже не было. Ковальчук некоторое время работал в посольстве в Берлине и после увольнения остался жить в Германии. Там и был задержан. О личности главного фигуранта дела рассказывает судебный обозреватель Бизнес-ФМ Мария Локотецкая. Ковальчук личность довольно интересная, загадочная. Выяснилось в суде, что он человек без гражданства. Неожиданно, кажется, в 2014 году его гражданство лишили. По какой причине, непонятно. По рождению он гражданин Украины. И, как ранее заявляли его адвокаты, после развала СССР даже не просил о российском гражданстве. Но, тем не менее, при задержании у него нашли целых три российских паспорта и все на его имя. При этом до 80-х прослеживается его биография, а затем человек на 30 лет выпадает. Судя по всему, версия о том, что он работал в спецвузбах, она действительно такая уж и беспочвенная. Информация о прошлом Ковальчука – не единственный пробел в этом деле. К примеру, следствие уверено, что кокаин прибыл в Аргентину из Колумбии, но отследить цепочку поставки не смогли. Всю партию кокаина оценили в 50 миллионов евро, однако ни таких денег, ни операций на такие суммы ни у кого из фигурантов не было. И прослушка Ковальчука не зафиксировала его контактов с потенциальными покупателями наркотика. Адвокат Андрея Ковальчука Сергей Юрыш говорит, что некоторые присяжные не просто поверили в невиновность его подзащитного, но плакали из-за несправедливого вердикта. По этому делу идет суд и в Аргентине. Обвиняемым, среди которых бывший сотрудник полиции по имени Иван Близнюк, вменяется участие в ОПГ по переброске наркотиков между Германией, Нидерландами и Россией. Андрей Ковальчук считает, что весь процесс был политически мотивированным. По его версии, аргентинские правоохранители обнаружили канал поставки наркотиков через российское посольство, но чтобы предотвратить международный скандал, дали Москве возможность найти крайних и замять эту историю. Продолжение следует...